В регионе объявлено штормовое предупреждение. Тверскую область накрывает южный балканский циклон. Он несет с собой обильные осадки. В связи с такими погодными условиями резко повышается аварийность на дорогах. Как избежать инцидентов на проезжей части и стоит ли ждать потепления, выяснил наш корреспондент. На улице снег, стеной на дорогах каша и гололед. Такие дни автомобилисты называют еще днем жестянщика, потому что плохая видимость, езда по заснеженной и обледененной проезжей части, а еще плюсом к ним и невнимательность. Не только водителей, но и пешеходов приводят к росту аварийности. В этом году пока серьезного всплеска в регионе ДТП не было. Основной девиз водителей в такую погоду – тише едешь, дальше будешь, говорят автоинспекторы. И включать еще нужно внимание на максимум, особенно в сумерках. Общая масса дорожных происшествий связана с соблюдением скоростного режима в первую очередь. Самое частое – это столкновения, ну и в том числе наездные пешеходы. Потому что пешеходам надо быть так же внимательнее на проезжей части, ввиду того, что, во-первых, погодные условия сложные в данный момент времени. И, соответственно, необходимо свои капюшоны все-таки снимать, обращать внимание, смотреть по сторонам. Зима диктует свои правила и заставляет перестраиваться на зимний стиль вождения. Снижать скорость, а значит, планировать время выезда раньше на 5-10 минут. Пора адаптироваться к реалиям. Надежды на то, что снег в этом году еще полностью растает, очень мало, говорят синоптики. Снежный покров довольно-таки большой на территории области. Это должен быть такой мощный вынос тепла. И на протяжении большого времени такого вот тепла, чтобы растаял снег полностью, ну такого не предвидится. Напомним, что еще пару недель назад было все наоборот. Температура била рекорды. Поднималась выше на 5-9 градусов. Сейчас показатели на 1-1,5 градуса ниже. А в ближайшие дни водителям стоит быть дважды внимательными. В области будет неустойчивая погода, осадки в виде снега, гололедные явления. Возможно налить на проводах. Но мести долго не будет. Еще осадки в среду, в некоторых районах и в четверг. До конца недели преимущественно без осадков. Если и будут осадки, снег, то незначительный будет в отдельных районах. И температура в основном в течение суток, ну скажем так, минус 1-6 градусов. Через регион проходит Балканский циклон. И Тверская область попала в холодную его часть. Отсюда снег. Ледяной дождь, которого все боятся и ждут, возможен лишь в южных районах. Основная его доля придется на соседней области, Московскую и Владимирскую. На которые пришлась как раз теплая доля проходящего циклона. Субтитры создавал DimaTorzok